А подсолнечник нам нужно догонять. Данный гибрид превзошел даже в производственных посевах импортной селекции. Российская кукуруза плохо отдает в норму. Мы уже давно достаточно на рынке. Нашей компании на сегодняшний день уже 24 года. В следующем году мы будем праздновать юбилей. Мы являемся селекционно-семеноводческой компанией полного цикла. Это означает то, что мы занимаемся полностью селекцией, семеноводством и реализацией наших семян через все доступные каналы на рынке. На сегодняшний день в портфеле компании Агроплазма у нас есть ряд направлений селекционной деятельности. Это подсолнечник, кукуруза, сорга и крупноплодный нут. Вы правильно подметили, наверное, что в последнее время тенденция пошла на увеличение семенных компаний, которые только-только появляются на рынке и завоевывают эту определенную нишу. Поэтому мы готовы принимать очередной вызов конкуренции и бороться с ней. Где и как вы выращиваете семена своих гибридов? Смотрите, селекционная станция у нас находится в черте города Краснодара. Также у нас есть обособленное подразделение, которое находится в Абширонском районе, где на сегодняшний день порядка 500 гектаров земли, уже личной земли, которую мы приобрели не так давно. На данной селекционной базе обособленного подразделения у нас расположены участки размножения радистских форм. Это такая более, скажем так, интимная часть нашей компании, где никто не имеет доступа, кроме нас. Наш семеновольский кластер расположен на всей территории Краснодарского края, Ставропольского края, часть республики Кабардино-Балкария и юг Воронежской области. То есть все, что мы производим, мы производим в России, в общедоступных землях, где нет никаких препятствий с возом, вывозом и транспортировкой семенного материала. В 2024 году у нас очень, так скажем, богат на события. У нас уже второй год работает наш собственный завод, расположенный в Станице Брюховецкой, Краснодарского края. То есть мы полноценно уже открыли второй сезон. Завод у нас сейчас максимально нагружен. Осуществляется приемка сырья, первичная очистка, доработка. И чем можно похвастаться? Тем, что мы также установили дополнительную линию по доработке, потому что первоочередная линия у нас была рассчитана на порядка 5000 тонн семян, которые готовы переработать было в сезон. Сейчас мы увеличились до 10 тысяч тонн. Соответственно, это где-то мы порядка 1 миллиона пассивных ниц готовы будем переработать за сезон доработки. Следующим этапом в развитии, важным, я считаю, что также у нас произошла такая программа, значимая от Министерства сельского хозяйства, ФНТП называется. То есть мы также входим в этот кластер. Здесь для нас, как для производителей семян, это очень большое и значимое событие. То, что те гибриды, которые мы вводим в коммерциализацию, они раскакивают этап сорта-госсорта испытаний. То есть сейчас сразу они регистрируются, они становятся общедоступными, и аграрии могут получить эти семена и уже в этом году начать получать субсидии. То есть это плюс и для семеноводов, для селекционеров, плюс и для конечных производителей. Которые нужно догонять темпы развития. Если по кукурузе, в целом глобально у нас обстановка не из самых плохих, у нас все хорошо. То есть у нас есть материал, у нас есть рынок с бытом. Но по подсолнечнику нам нужно догонять, потому что импортные компании уходят. На рынке нужно восполнять объем качественной семенной продукции. Вопрос интересный. Соответствует ли гибриды современным тенденциям рынка? Наверное, условия, что сейчас хотят от нас получить аграрий и, конечно, потребитель, то есть и производитель семян товарной продукции. Естественно, что новые гибриды и сорта, которые наша компания выпускает и вводит в рынок коммерциализацию, они уже соответствуют всем современным тенденциям. Начиная там от устойчивости к болезням, заразихе и продуктивности. Поэтому мы готовы на сегодняшний день предоставить действительно качественный аналог импортной селекции. Раз мы с вами находимся в Ростовской области, давайте, наверное, больше сделаем акцент именно на данную территорию. В сезоне 2024 года испытания были довольно-таки широко масштабные. Наши посевы были расположены, начиная там от востока на запад, с севера на юг. То есть мы охватили все зоны, чтобы показать аграрию результаты испытаний в каждой почвенно-климатической зоне. Ну, например, если мы возьмем такие хозяйства, как у Росвет Куйбышевского района, то в данном хозяйстве раннеспелый гибрид Светлана КЛП, это по технологии Клеофил плюс, превзошел все лучшие результаты импортной и российской селекции. То есть этот гибрид показал самые достойные результаты и вошел в топ гибридов. Если мы возьмем ООО Шахаевское, Веселовского района, то здесь лучше всего себя зарекомендовал наш гибрид под экспресс-технологию Эксселент. Тем самым он превзошел аналогичные показатели импортной селекции. И это говорит о том, что российская селекция на сегодняшний день может и готова конкурировать с топовыми импортными производителями. Еще из примеров северной зоны можно назвать ООО Восход Кашарского района. Здесь на данной территории были испытания как и классических гибридов, так и новинок. Например, Ламборгини гибрид комплексной устойчивостью к гербициной технологии Клеофилд и устойчивостью заразихи. Данный гибрид превзошел даже в производственных посевах импортную селекцию. Ну, самыми, наверное, топовыми гибридами, которые мы можем назвать, самопродаваемые, востребованные на рынке. Это однозначно гибриды под технологию Клеофилд, Клеофилд Плюс и технология Экспресс. Это, наверное, одни из популярных сейчас востребованных на рынке. И гибриды туда входят как раннеспелая Светлана КЛП, гибрид Махаун КЛП, гибриды Эксселент, Джоя. Также гибрид новой из комплексной устойчивости Сульфор. Объясню, почему. Гибриды раннеспелой группы вот по этому сезону, если мы возьмем, лучше всего себя зарекомендовали. Им нужно было, они успели зацепиться за раннюю весеннюю влагу. Соответственно, мы получили дружные всходы. Гибрид был адаптирован к почвенно-климатическим условиям в более северных регионах. Соответственно, он лучше всего перенес заморозки. Ну и по каждому, если отдельно рассматривать, группа Экспресс-технологии, в которой новинки у нас вышли, Сульфор. Эти гибриды себя уже зарекомендовали как наиболее заразихоустойчивые гибриды именно в данной области. Соответственно, и по продажам, и по производству данных гибридов они являются лидерами. Мы продаем на всей территории Российской Федерации, начиная от республик Северного Кавказа, ну и заканчивая более северными регионами, вплоть до Дальнего Востока. То есть здесь мы продаем и подсолнечник, и кукурузу, также сурговую культуру. Поэтому рынок у нас везде есть свои представители, где можно приобрести семена. Среди гибридов кукурузы какие получили наибольшую популярность и за что их любят аграрии? Ну, наверное, кукурузная тема такая очень интересная. Культура это царица полей, ее так называют еще. Я ее сам очень люблю на самом деле. Ну и линейка самых перспективных гибридов это с ФАУ от 350 и позже. Данная ФАУ у нас была востребована в основном в республиках Северного Кавказа. У них очень такая широкая генетическая основа и очень высокий потенциал продуктивности. То есть данные гибриды готовы бороться с самыми топовыми на рынке в плане урожайности и в плане влагоотдачи. Если мы возьмем более раннюю селекцию, это, наверное, скорее всего, группа 170-200, которая больше всего востребована в северных регионах нашей страны за счет лучшей влагоотдачи, быстрой. У нас мнение такое бытует в среде разных регионах, что российская кукуруза плохо отдает влагу. В этом направлении компания Агроплазма активно работает. Мы сейчас входим в новые гибриды кукурузы, которые с самой быстрой влагоотдачей будут на рынке. И чтобы нам все-таки как-то минимизировать расходы, себестоимость на производство данной культуры, стоит, наверное, все-таки правильно подобрать гибрид по группе спелости и по влагоотдаче. Для этого мы делаем ежегодно большой такой объем демоиспытаний, где Агрария себе подбирает наилучший гибрид. Можно ли каких-то лидеров назвать? Или они будут очень разными в зависимости от региона? Они будут очень разными в зависимости от региона. На самом деле, если мы возьмем раннеспелую группу, то, наверное, топ по влагоотдаче у нас будет КАП-171. Это новинка сезона. У него очень хорошая влагоотдача и высокий потенциал вооруженности. Его можно возделать не только в северных регионах, но и у нас, скажем, в южных регионах. Это, в частности, Ростовская область. Из наиболее поздних групп спелости – это гибриды Максима 620, где ФАУ от 500 и выше. У данных гибридов они отличаются тем, что у них быстрый влагоотдач. Именно к уборке они подходят в оптимальной влажности без сушилки. Условно наблюдалась тройка, скажем так, лидеров, которые были максимально пластичны, умеренно интенсивны. Ну, давайте такой кластер возьмем из Клеофилл-группы. Это Светлана КЛП, Норма, Лорд и Экселент. Ну, вот такая четверка гибридов, которые показали себя одинаково хорошо как в Республиках Северного Показа, так и дальше вглубь Центрального Черноземья. Сегодня, в октябре месяце, и в Центральном Черноземье еще идет уборка. То есть, по данным, которые мы сейчас получаем от наших представителей, аграриев, дистрибьюторов, которые продают семена, наиболее успешная группа спелости – это была ФАУ-280-300. То есть, можно к ним отнести гибриды Матильда, гибриды СКАП-300, 303. То есть, вот эта группа хорошо себя проявила в Центральном Черноземье. Если взять Южнофедеральный округ, то здесь многое зависело от сроков посева. Здесь разные гибриды, разные группы спелости попадали либо под заморозки, либо под засуху. То есть, а кукуруза очень, так скажем, агрессивно реагирует на именно срок посева. Мы опоздали день-два с посевом, соответственно, мы уже можем отбрасывать там до 10% урожайности, мы можем терять. Непосредственно, посеем рано, попадем под заморозки. И, скажем, фермера были как в тисках. Что же делать? И здесь непосредственно нужно было подобрать пластичный гибрид, который смог бы показать и раскрыть свой потенциал урожайности. Такими в условиях Краснодарского края, Ростовской области хорошо себя зарекомендовали гибриды СКАП-202, это раннеспелая группа ФАУ-200, и гибрид Матильда, ФАУ-250. Поэтому, наверное, вот эти два гибрида выделены, более оптимальные, которые подошли под эти условия года. Чего ждать от 2025 года? Ну, однозначно то, что увеличение и внедрение российских семян в наш рынок будет увеличиваться. Соответственно, аграрию нужно сделать правильный выбор, подобрать правильный гибрид. Для этого мы провели большую работу, я считаю, и готовы направить в нужную технологию, под каждого клиента, более так тщательно. Что из новинок? Новинки однозначно будут. У нас в 2025 году в сезоне будем испытывать уже в производстве три новых гибридов под разные технологии. Два это под технологией Клеофилд, и один гибрид под технологией Экспресс. То есть это будет совершенно новая генетика с новыми качественными показателями, но и готовы быть открытыми для наших аграриев. То есть если вы еще не приобретали наши семена и не знаете, о чем идет речь, мы готовы дать на испытания. Ну и, наверное, таких уже мало осталось, кто бы не испытал агроплазмы, не посмотрел, что это вообще в рынке, как это. А назвать можете эти три новинки? Они зарегистрированы или нет? Данные гибриды, ну, как я и говорил, они будут входить уже в ФНТП, новую систему, которая уже поступит в коммерциализацию без лишних испытаний. Новинками основными это будут являться два названия, это Ирина Оксана, и еще один гибрид названия в разработке, который поступит в высокоалиновый. Сейчас пока мы ведется селекция, будет ли он уже в следующем году, либо все-таки еще один год испытаний, которые нам понадобятся для введения в рынок. Последние два года мы не поднимали цены. Вы можете поднять наш прайс за предыдущий, позапрошлый год. Динамика, она осталась прежней. Ценовая политика не изменилась. Мы сдерживающим таким фактором для себя все-таки приняли решение, что очень сложно на рынке сейчас быть. Но новый сезон 2025 года, оно сам по себе подталкивает поднять цену. Мы ее подняли. То есть прайс был установлен еще в июле месяце. Вот с июля месяца мы не меняли ценовую политику, и менять ее не собираемся. То есть вот как она остается, так она и будет. Дело Семеноса контролирует весь процесс, начиная от подготовки почвы, от предшествующей культуры, и заканчивая уборкой, доработкой семенного материала на заводе. То есть есть тех заданий, которым предприятие, фермер, крупное хозяйство соответствует каждому пункту, выполняет. Оно не может отклониться вправо, влево, потому что все идет под контролем. Значит, на и применение тех же самых пестициновых удобрений. Поэтому здесь все спокойно, мы даже не переживаем. То есть нагрузка на одного семенного воды, ну где-то порядка 400-500 гектар, больше нельзя давать, потому что действительно человеческий фактор, и он есть лимитирующий. То есть все-таки, чтобы не потерять в качестве. В сезоне 23-24 года предыдущего наша компания на это сделала большой упор. Мы набрали, пригласили большое количество специалистов в отрасль, семеноводство, селекции. То есть здесь подтянули все моменты, прежде чем переходить на увеличение объемов самих. Что касаемо с участками гибридизации и увеличения производства. Конечно, наша компания будет увеличивать объем производимых семян. То есть мы, как бы для начала у нас перспективы, впереди там, в следующий и другой год, в последующий, это выйти на миллион пассионных единиц. Для достижения такой цели, как я и говорил, мы привлекли больше кадров. Мы заключили долгосрочные отношения с компаниями, которые оказывали услуги по выращиванию, скажем, под ключ, которым работают и уже на выходе получаем готовый мешок. Тем самым, получив в себе большое количество предприятий, у которых есть и изоляция, и условия для выращивания семян. Испытуем ли мы голод, именно какую-то проблему с поиском данных участков? Ну, если бы вы этот вопрос задали года два назад, то, скорее всего, мы ответили, что да. Сложно бороться, конкуренция высокая на рынке. То сейчас мышление наших аграрий немножко меняется. И хорошо, что правильное направление. Сами фермерские хозяйства, предприятия звонят, приходят к нам, и с предложением мы выращиваем. Давайте попробуем. А мы готовы. А у нас есть изоляция. Давайте проверим. То есть наши специалисты приезжают, проверяют хозяйство. Если нет, если есть какие-то сложности именно с изоляцией, то мы проводим большую работу по договоренности с соседними предприятиями, чтобы такую изоляцию соблюдать. Поэтому проблемы с собой мы не ощущаем сейчас в этом направлении. Мы ежегодно наращиваем объем экспорта, который уходит в Беларусь, уходит в Казахстан, Пакистан. Наверное, это три основных потребителя, которые наши семена уже все знают, видят и испытывают. В данных территориях проходят госсортоиспытания, регистрация наших гибридов. И что касаемо экспорта и объема. В текущем сезоне мы планируем экспортировать порядка 5% от общего произведенного объема. Это по всем культурам? Это по всем культурам, да. Если смотреть в будущее, наперед, то, как я и сказал, что это очень перспективно, одно из важных направлений. Мы будем ежегодно увеличивать порядка 5%. В следующем году, в 2025-2026 году, мы планируем 10% от общего объема производства экспортировать в эти страны, которые я назвал. Наши гибриды там уже знают. Они уже на территории Российской Федерации завоевали определенный нишу кластер. Соответственно, и за последние 25 лет работы это направление постоянно велось. То есть в испытаниях, демо-показах и конкурентной борьбы с импорной селекцией. И сейчас мы запускать будем в новом сезоне 2025 года отдельно линию по доработке семян подсолнечника, родительских форм. Это будет, наверное, самое масштабное событие в нашей компании. Такой линии в России ни у кого ни одной компании нет. Она появится впервые у агроплазмы. Она предотвратит смешивание семян гибридов, родительских форм, либо смешивание самих родительских форм разных. То есть она минимизирует риски именно засорения. Поэтому она будет самая такая важная. Что из важного еще у нас планируется в сезоне 2025 года? Это открытие собственной лаборатории. Мы планируем в мае месяце открытие собственную лабораторию, которая будет расположена в Краснодаре, в городе Краснодаре. И она будет заниматься уже непосредственно изучением таких вот самых, наверное, острых моментов. В основном это заразиха. Как правило, мы сейчас идем по пути испытания именно производства. Мы сеем, заражаем, получаем семена, снова заражаем. Это идет долгий цикл отбора той или иной формы. То есть сейчас, имея такой аппликатор, мы сможем уже на уровне лаборатории определить, какая родительская форма, линия держит заразиху, какая нет, какая пойдет дальше производства. Это ускорит процесс тем самым. Это вот эта геномная селекция, о которой все говорят, да? Ну, геномная, не геномодифицированная, если не путать. В смысле, вы будете исследовать гены и их... Гены и их... Да, это уже вот прям максимально ускорит. Это, наверное, тоже... Это уже очень дорого. Дорого, да. Мы уже к этому готовы. Часть оборудования уже приобретена, часть мы еще приобретаем. Но это, наверное, что из важного. У нас будет намечаться на следующий сезон. Но также увеличение площадей производства. Мы сейчас по всем направлениям активно готовы расширяться. Поэтому подписывайтесь на наши телеграм-каналы, YouTube, смотрите к нам, заходите. То есть о всех новинках, перспективах рынка и так далее. Мы размещаем очень много новостей в своих пабликах. Я думаю, будет интересно всем послушать. Послушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...